вот именно к проектором вы относитесь сейчас мы поговорим о том кто такие проектор и проектор это всегда олицетворение некой женской субстанции субстанции которая стремится все вернуть на свои места упорядочить схлопнуть и привести в свое изначальное положение это управляющая энергия которая может возникнуть только после того как процесс запущен если процесс не запущен то женской гетеро энергии нечего упорядочить если ничего не происходит то женское начало не работает должно загореться пламя которое нужно будет тушить женская энергия нужно подкинуть ручку чтобы ее нужно было опускать на землю если процесс не идет женская энергия не работает то же самое с проекторами проекторами не имеют права ничего инициировать и поэтому ваша главная стратегия жизни ждать приглашения к взаимодействию с жизнью проектор отличает от всех остальных то что он стоит на вершине иерархии и способен лучше всех управлять процессами однако он не может воспользоваться этой способностью и начать это делать до тех пор пока его при не пригласили персонально к этому взаимодействию и все дело именно в этой инской энергии женской она не может начать ничего упорядочивать выстраивать и делать до того как процесс не запущен любые инициативы любые предложения будут наталкиваться на сильное сопротивление со стороны окружающих если вы будете выступать их источником если вы будете их инициировать и поэтому главное что нужно сделать проектор это научиться ждать приглашения терпение это главный козырь проектора и вот тут и возникает разница манифестору вспоминайте корректно делать много предложений и научиться слышать отказ генератору очень важно научиться давать отказ говорить нет проектор же в свою очередь ждет приглашение в свой адрес всегда и ему тоже как и генератору нужно научиться говорить нет на некоторые предложения и с другой стороны ему нужно дожидаться от приглашения они делать ему сделать его самого как это делает манифестор который встает и приглашает девушку на танец и должен услышать от нее нет и идти к следующей девушке с проектором другая история его должны пригласить на танец второй главный козырь проектора это корректное ожидание приглашения то есть вы не просто должны сидеть на месте и ждать но вы должны корректно это делать и вот в процессе ожидания пока вас пригласят вы вам архиважно научиться проявлять свои таланты заниматься тем что вы любите для того чтобы вас заметили и сами пригласили если вы просто сидите и ждете и никак не развиваетесь это очень плохо потому что тогда приглашение можно не дождаться тут нужно поговорить о следующей вещи есть такое понятие как подпись подпись это значит что процесс прошел удачно и вы подписались под ним у каждого генетического типа как бы своя подпись и у проекторов подпись называется признание вы как проектор всегда ждете что вас признают признают ваши таланты увидят и похвалят и есть такая очень теневая негативная сторона проекторского поведения когда это признание выпрашивается когда проектор начинает как бы выпячивать себя искать этого признания специально и тогда он его никогда не получает и очень сильно расстраивается по этому поводу огорчение и расстроенные чувства опустошающие это всегда результат некорректного поведения когда проектор лезет в процесс сам инициирует что-то не дождавшись приглашения и быть признание это значит всегда накапливать знания всегда оттачивать навыки набравшись терпения и делать это искренне именно тогда можно дождаться приглашения следующее что нужно сказать о проекторах это то что любые генетические типы всегда гоняются за самой главной энергией в мире за энергии сакрала который столько у генераторов и поэтому вам очень важно найти себе правильного генератора генератора который будет готов работать с удовольствием с ощущением того что он делает что-то полезное и очень приятное для себя этот генератор обычно приглашает проекторов взаимодействию сам и самая главная история проектора и ваша в том числе это умение распознавать и осознавать чужие таланты находить их распознавать их признавать их и правильно распаковывать однако не имея сакра собственной сакральной энергии собственная сексуальная энергия проектор всегда гоняется за ней то есть ему нужно найти генератора с этой сакральной энергии и получить к доступ к ней и поэтому у проекторов есть такая черта что любая сакральная энергия ему уже в радость то есть он так любит сакрал так любит эту сексуальную энергию генераторскую что любая эта энергия ему уже кажется хорошей однако тут очень важно понимать что сакрал сакралу рознь у каждого генератора свое качество сакральной энергии и тут вступает в силу правильный выбор собственного окружения кем окружен проектор тот он и есть сам и вот в чем тут дело проектор всегда смотрит на мир глазами другого человека с кем он взаимодействует глазами того человека он и смотрит на мир если вы обратите внимание это очень очень точное определение проектор двигается по жизни от человека к человеку распозна вы взаимодействуете с одним человеком занимаетесь определенным делом и видите и принимаете его точку зрения распаковываете его находите его талант и смотрите на мир его глазами как бы да это связано со способностью погружаться внутрь человека у проектора очень острая аура он всегда заточен и задает вопрос кто ты и он всегда персонально с кем-то работает если вы находите человека вы способны лучом своей ауры проникнуть в самую глубину его сознания увидеть что там происходит сразу осознать и понять все процессы и начать действовать через этого человека как бы до через этого чека вы становится он становится как бы вашим аватаром и вот выбор этого человека очень важен потому что если вы залазьте внутрь и видите грязь то есть огромная опасность что вы прилипните к этой грязи с пытаясь ее исправить пытаясь сделать ее чистой почистить и можете на долгое-долгое время прилипнуть грязи причем этот аватар грязный будет казаться вам вашим и вы будете через этот гря эту грязную призму смотреть на мир прилипнуть неправильному чеку проектор прилипает очень легко к человеку он как бы проникает в него и растворяется и поэтому тут очень важно всегда липнуть только к тем кто вас персонально пригласил и к тем кто соответствует вашим внутреннему авторитету внутренний авторитет это способ принятия решения когда вы начинаете с кем-то взаимодействовать вы всегда задаете себе вопрос надо мне это или не надо корректно это или некорректно принесет это результат или нет и вы всегда всегда задаете себе эти вопросы и вот если вы правильно пользуетесь своей способностью принимать решения внутренние то всегда корректно поэтому следующее о чем мы поговорим. Это внутренний авторитет. Как нам принимать решения и как нам выбирать людей для взаимодействия. Потому что вам, как проектору, окружение это самое важное.